Привет! Наконец-то всем! В общем, сегодня 10 мая, и я покажу отремонтированную станцию метро Рижская на Калужской Рижской линии, которую открыли еще 7 мая. Поэтому всем приятного просмотра! Памятник создателям первого искусственного спутника Земли установлен в 1963 году, высота 7 метров, а дата запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года. В этом году будет 65 лет. Ну и в субботу наконец-то открыли после реконструкции станцию метро Рижская на оранжевой ветке 6 линии метро. Ее закрыли аж 22 августа 2020 года. С почти 2 года она не работала. Проспект Мира, рядом Рижская площадь, Рижский вокзал. Недавно я его снимал, в марте этого года. Парижский путевровод, Рижская эстакада, Третье кольцо, центр Москвы, район Мещанский. Скоро здесь будет пересадка на Большое кольцо. Скорее всего, до конца этого года точно откроют. Покажу тогда. Ну и здесь еще рядом станция МСД-2 Рижская. Здесь, в принципе, будет крупный трассно-присадочный узел. Знаменская церковь в Переславской Слободе. Впереди трешка рядом, крупная магистраль. Когда эта станция была закрыта, то ходили компенсационные маршруты автобусов от ближайших станций метро, проспекта Мира, арены рощи. Конечно, добраться было сюда сложнее, чем раньше. Сама станция 1958 года постройки. Ей больше 60 лет. Конечно, ее надо было ремонтировать. Кстати, ее снимал еще в начале 2019 года. В описании я добавлю ссылку на это видео. Теракт был тут. В 2004 году. Автобусы, кстати, тоже. У нее памятная доска есть. Я показывал, когда снимал. Это все, конечно, плохо. Такие события бывают. Трагические. Такой красивый вестибюль. Вестибюль из станции. Много парковок за шлагбаумом. На ближайших улицах. Сейчас я покажу, как выглядит сама станция. Эскалаторы. Зайду внутрь. Ну и пошла внутренняя часть. Здесь появилось 4 новых эскалатора вместо 3. Новые турникеты. Вестибюль. Детально отремонтировали. Здесь, в отличие от Махлободской, переставрировали гораздо больше. Потому что сама станция не работала почти 2 года. 1 мая 1948 года открылась эта станция. Она достаточно глубокая. Почти 46 метров. Пилотное трехкончатое глубокое заложение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Выход здесь один. По поводу пересадки пока непонятно, как будет. Переход может быть трансплодземный. Плёд пройти через улицу. То есть станцию открыли отдельно. Было такое, что планировалось открыть там 2 рижских большим кольцом. Открыли сначала то, что старше и было закрыто больше на реконструкцию. Новая Рижская откроется либо ко дню города, либо уже в самом конце года. Будет в большом кольце. Видео из метро у меня давно не было. Я и сам не был. Два месяца. Во-первых, у нас какое-либо транспортное видео было, когда Минскую открыли на Киевском направлении, на МСД-4. Это было уже больше месяца назад. 4 апреля. И вот она, обновлённая станция. Впереди 4 эскалатора. Правда, один из них закрыт. Но это может открыться. Раньше их было всего 3. 4-го не было вообще. Ну и, конечно, по открытиям каких-либо станций метро. Это первое открытие в этом году. Дальше станции будут открываться уже, скорее всего, совсем новые. Правда, есть ещё старые, которые раньше были. Сейчас тоже закрыты на реконструкцию. Как Рижская до субботы. Это Варшавская, которая войдёт в Большое кольцо. И частично Каширская, которая тоже войдёт в БКЛ. А остальные будут уже все новые. Вот такое значительное событие для московского ютополитена произошло 7 мая этого года. Вот такая обновлённая станция метро Рижская. В мае ещё могут открыть новую станцию Печатники на 2-м московском центральном диаметре. Тогда покажу. Ну а по метро пока ничего не планируется. Скорее всего, всё к концу года. Но, несмотря на это, всё равно скоро увидимся.